Толкование на откровение Иоанна Богослова Кассета первая Предисловие Куда идет человек? Что ждет его после гроба? Чем и как кончается история человечества? Что будет после? Эти вопросы всегда волновали людей Ответить на них может только Отец Вечности Кем и веки устроены? Учитель, пришедший от Бога Господь Иисус Христос открывает эти тайны через своего апостола Святого Иоанна Богослова В последней книге священного писания Апокалипсис Апокалипсис по-гречески обозначает откровение На эту книгу существует очень много совершенно разноречивых толкований Ее толкованием занимаются даже атеисты Особое внимание уделяет сегодня этой книге сектанты разных течений Строя зачастую на ней даже самое основание своего вероучения Причина противоречивости различных толкований Апокалипсиса состоит в том Что человек пытается своим рассудком постичь Бога откровенную истину Однако откровение было открыто Духом Божиим Поэтому им же только и может быть истолковано Святой Ирине Леонский писал Ибо где Церковь, там и Дух Божий И где Дух Божий, там Церковь и всякая благодать А Дух есть истина Откровение дано Церкви Духом И Духом же Церковь дает его толкование Только толкование Церкви может быть истинным Это толкование написано как для православного читателя Так и для человека иного вероисповедания А также для всякого ищущего ответа на поставленные в самом начале вопросы Ответ Апокалипсиса Свет его открывает смысл происходившего и происходящего в мире Открывает тайны грядущего В этой работе мы старались достичь три цели Во-первых, изложить толкование на Апокалипсис Святых Отцов Православной Церкви При этом подчеркиваем, что мы излагаем не свое разумение А учение Святых Отцов, просвещенных Духом Святым В этой части наша работа является не сочинением, а изложением Толкование Апокалипсиса основывается на творениях Святого Папия, епископа Иерапольского, 1-2 век Святого Иустина, философа и мученика, умершего в 167 году Святого Иринея Леонского, 202 год Святого Ипполита Римского, 3 век Святого Мефодия, 312 Святого Кирилла Иерусалимского, умершего в 386 году Святого Ефрема Сирина, 373-379 Святого Григория Богослова, 389 год Святого Яна Златоуста, умершего в 407 году Святого Андрея, архиепископа Кесарии Каппадокийской Святого Яна Дамаскина, 776 году и других Лучшим основанием для толкования апокалипсиса Является толкование Святого Андрея, архиепископа Кесарии Каппадокийской Оно сравнительно кратко, но раскрывает самые ключевые моменты апокалипсиса Все остальные толкования можно фактически рассматривать как расширение и углубление его толкования Его книга была и нами взята за основу Из новейших толкований нами особенно использована книга священника Н. Орлова Мысли святых отцов иногда непосредственно цитируются Большей же частью следует просто их изложение, без приведения конкретных цитат Иногда в толковании излагается и наше рассуждение Которое, однако, совершенно не касается ключевых моментов И является только расшифровками толкований отдельных мест Большей же, частью, назиданиями Во-вторых, показать ложность некоторых толкований и учений Широко распространенных в сектанстве Среди минонитов, баптистов, пятидесятников, адвентистов, свидетелей Иеговы В основном их ложное учение о семи периодах церкви О расхищении церкви перед великой скорбью О великой блуднице Под которое они дерзко понимают то самое Святую апостольскую православную церковь То римский святительский престол То экуменическое движение об антихристе О тысячелетнем царстве О страшном суде О вечных мучениях В-третьих Изложить некоторые мысли Вскрывающие смысл и причины исторических событий Различных религиозных и других явлений А также нравственно-духовное назидание Всемогущий и всеблагий Бог Да просветит умы и сердца наши Постижению тайн апокалипсиса Да пробудет нас Господь к вечной жизни Находясь в юдоле плача и греховной тьмы Да озерен свет грядущий к нам из вечности Молитвами святителя Андрея Кисарийского И всех богомудрых отцов наших Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас Помоги нам всем Бог Глава первая Примечание первое Существует очень много ложных эсхатологических учений И ложных толкований апокалипсиса Разбирать их все Нет ни возможности, ни надобности Да и просто нет человека Знающего все бесконечные вариации Постоянно меняющихся, отмирающих И нарождающихся ложных пониманий Как в среде народных поверий Так и в различных сектантских течениях Достаточно просто изложить учения Православной Церкви Перенятые от самих апостолов Изложенные в творениях святых отцов Но мы все-таки рассмотрим Несколько широко распространенных В наше время лжеучений При этом опровержение Некоторых из этих учений Приведем сразу А остальное Будет рассмотрено по ходу толкования Первое Учение о том, что Иисус Христос Якобы считал Что Его второе пришествие в мир Во славе Состоится еще при жизни апостолов Основанием для этого считаются Слова Христа Матфея 10, 23, 16, 28, 24, 34 Иоанна 21, 22 И ожидание первыми христианами Пришествие в мир Христа При их жизни Поскольку это оказалось не так Получение Христово якобы Не непогрешимо Он, дескать, принес великое учение Но и ошибался А потому не является истинным Богом Это учение в нашем веке Активно разрабатывал Знаменитый протестантский теолог Гуманист и врач Альберт Швейцер 1875-1965 годы Лауреат Нобелевской премии мира Об этом же учении пишет Например, в своей брошюре Почему я не христианин Английский математик и писатель Лауреат Нобелевской премии Бертран Расселл Это учение основано Исключительно на ложном толковании Выше приведенных слов спасителя Ибо истинно говорю вам Не успеете обойти городов Израилевых Как приидет сын человеческий Матфея 10.23 Если говорится о пришествии Сына человеческого То ведь это еще Совершенно не означает Что речь идет о его втором И славном пришествии В данной главе Евангелия Говорится о поставлении Христом своих 12 апостолов И о послании их Одних на проповедь До сели они еще никогда Не отрывались в своем служении От своего учителя Теперь же он посылает Он посылает их Одних и говорит К тому же о том Что их будут гнать и преследовать Духовно еще не окрепшие И не получившие силы свыше Ученики могли впасть в уныние И не дерзнуть на этот труд Тогда Господь утешает их И говорит Что это испытание Не будет долгим И не успеют они еще Обойти всех городов Израилевых Так он уже сам К ним придет И на том испытании Их окончится Нелепость утверждения Будто Христос здесь Говорит о своем втором пришествии Очевидно Так же из того Что евангелист Матфей Написал свое Евангелие В то время Когда апостолы Явно обошли уже Все города Израилевых Да почти вся Римская империя Уже была оглашена Апостольскую проповедью Так неужели бы он стал Записывать Тогда столь явной Несуразицу Кто бы стал его слушать И принимать такое учение Как бы мог Матфей Приписать такие Несоответствующие слова Тому О ком он говорит Что это Мессия Сын Божий Воскресший Имеющий всякую власть На небе и на земле Эту же мысль Можно привести к стихам 16.28 24.34 Матфея 16.28 Истинно говорю вам Есть некоторые И стоящие здесь Которые не укусят Смерти Как уже увидят Сына человеческого Грядущего В царстве своем Ответ Смотри сразу же В дальнейшем тексте Матфея 17.1.8 Стоящие здесь Это 12 Истинников Некоторые Это Петр Яков Иоанн Они Через 6 дней Увидели Христа Грядущего В царстве своем То есть Увидели его Преображенного Не в рабском виде Как всегда А в виде царском В своей прославленной Плоти Как царя живых Явление Илии Пророка И как царя умерших Явление Сие будет Все сие Это все знамения Второго И славного Пришествия Христа Какой же род Не придет В следующем стихе 35 Говорится Что не придут Слова Христовы То есть Этот род Хранящих Слова Христовы Род христианский Так и апостол Петр Называет христиан Родом Избранным 1 Петра 2.9 Как и в Салмопере Завид говорит О роде Ищущих его Псалом 23.6 Несмотря на все Гонения И катастрофы Даже времен Антихриста Этот род Христианский Не придет Иоанн 21.21 Его Иоанна Увидел Петр Говорит Иисусу Господи А он что? Иисус Говорит ему Если я хочу Чтобы он Прибыл Пока приду Что тебе до того? Ты иди За мною Петр Привык Всегда Быть Вместе Со своим Другом Иоанном И вот Господь Послал Петра На великое Служение И предсказал Ему Его Кончину Но Петра Волнует Еще А что Что же будет С ним С Иоанном Господь Отвечает Иоанном Иоанном Опять Надо Выяснить О каком Своем Пришествии И куда Говорит Здесь Господь Неоднократно Говорил Господь О своем Пришествии На Иерусалим Для его Разрушения Матфея 24 Марка 13 Это Совершилось В 70 Году Через римских Императоров Вистасиана И Ита И Действительно До этого Времени Все апостолы Повсюду Проповедовали Евангелие И мученически Перешли В жизнь Иную Иоанн До этого Времени Оставался В Иерусалиме Никуда Не уходя Неся На себе Заботы О Пресвятой Деве Марии Матери Господа Врущенной Ему Христом На кресте После же Успения Божией Матери Перед Разрушительным Пришествием Господа На Иерусалим Через Виспосяна И Тита Иоанн Оставляет Иерусалим И выходит На проповедь Которую Ведет Еще Тридцать Лет Что же Касается Того Что первые Христиане Ожидали Пришествия Господа Еще при Своей Жизни Так это Совсем Не говорит О том Что Христос Им это Говорил Христос Говорил им Только о Своем Близком Пришествии Не указывая Срока И в Последующие Века Христиане Часто Ожидали Пришествия Христа При своей Жизни Да и И ныне Многие считают Что возможно Наше время И есть Последнее Время Мира И нам Придется Встречать Грядущего Христа Но не исключена Возможность И того Что все Мы Уснем Смертью И только Грядущее Поколение Встретят Живыми Христа Грядущего Второе Во все Времена Были люди Предсказывавшие Дату Пришествия Христа Люди Собирались Встречать Христа Но Он Не приходил Вот Несколько Таких случаев В 1832 Году Таврические Сектанты Ожидая Явления Христа Распродали Все свое Имущество И целыми Селами Пошли В Закавказе Встречать На горе Христа Но Обманутые Своими Вожаками И разоренные Вернулись Ни с чем Домой В 19 Столетии Немцы Менониты В России Под водительством Клаа Саэпа Толпами Идут Туркестан В Средней Азии Встречать Пришествие Христа Так Там Появляются Первые Немецкие Поселения Один Из Основателей Адвентизма Вилли Миллер Два раза Предсказывал Второе Пришествие Христа Первый раз Назначил Его На 1843 Год А второй раз На 22 Октября 1844 Года На 1914 Год Назначено Пришествие Христа Чарльзом Расселом США Основателем Учения Свидетелей Его Намечалось Пришествие Христа И на 70 Годы Нашего Столетия Ныне Народи Говорят О кончине Века В 1982 Году Сейчас Есть Народное Поверие О Пришествии Христа В 2000 Году Никогда Подобные В кавычках Пророчества Не исходили От Святой Церкви Это Чуждое Православие Католичеству Священное Писание Святые Отцы Так Не Учат О том Что Будут Сложные Пришествия Говорил Сам Господь Тогда Если Кто Скажет Вам Вот Здесь Христос Или Там Не Верьте Ибо Восстанут Лже Христы Лже Пророки И дадут Великие Знамения И чудеса Что Упрестить Если Возможно И Избранных Вот Я Наперед Сказал Вам А Дне же Своего Пришествия Христос Ясно Говорит А Дне же Том Или Часе Никто Не Знает Ни Ангелы Небесные Ни Сын Но Только Отец То есть Не только Люди Но даже Ангелы Этого Не знают И даже Сам Христос Как Сын Человеческий Этого Не знал Как Человек И Он Преустевал В Премудрости Возрасте И В Любви То есть Развивался Лука 2.52 Как Бог Разумеется Он Ведал Все И день Своего Пришествия На суд А Поэтому Нам Остаются Слова Христа Сказаны Им Ученикам Своим Перед Вознесением Его На небо Не Ваше Дело Знать Времена И Сроки Которые Отец Положил Своей Власти Деяния 1.7 Только По Знамениям Возможно Определять Близость Пришествия Господа Да и В этом Надо быть Весьма Осторожным Ибо Легко Ошибиться Дня Жи Часа Никто Знать Не Может И Священное Писание Его Не Называет Третье Учение О семи Периодах В Истории Церкви Среди Таких Сектантских Учений Как Баптистская Менонитская Широко Распространено Понимание Будто Семь Посланий Семи Церквам Описывают Семь Периодов В истории Церкви Каждому Послании Соответствует Свой Период Распределяется Период Так Эферский Первый Век Век Апостольский Большая Ревность Христиан Часота Церкви Но К концу Теряется Первая Любовь Период Гонения Первых Христиан Римскими Императорами Гонимая И страдающая Церковь Пергамский 4-6 Век Святоотеческий Период Становление Христианства В качестве Господствующей Религии Сообразование Церкви С миром Сим Блудеяние С миром И Введение Идоложертвенного Таин Саврядов Иконопочитания Церковь Отходит От истинного Учения Святой Жизни Четвертое Театирские 7-15 Веки Века Церковь Мертвеет Средневековое Мракобесие Глубины Сатанинские Церкви Иезавель Ложная Пророчица И Вводящая Пришествия В грех Любодейство И участие Водоложертвенным Смотри Пергамский Период Это Римское Папство Пятое Сардийские 16-17 Век Эпоха Реформации Выход из Католичества И начало Протестантизма Это Первые Протестантские Течения Англиканства Литеранства Реформаты Но Реформированы Еще Только Учения Внутренней Духовной Жизни Еще Мертвы Шестое Филодельфийский 18-19 Век Это Внутреннее Возрожденное Христианское Течение С истинным Учением Начатки Первые Общины Менонитов И Баптистов Потом Методисты Джон Зеле И Дальнейшее Возрождение Этот Период Будет Собственно До Второго Пришествия Христова Восхищения Церкви Лаодетийский Ныне Период Последнего Времени Сосуществует С Силодельфийским И будет Тоже До Восхищения Церкви Период Теплохладности Духовного Охлаждения И Разложения Духовного Сна Такое Ложное Толкование И Ложное Разумение Истории Церкви Измышлено Сектантами На Вторых И Третьих Главах Ложность Состоится Первое Воскресение То есть Воскреснут Праведники А живущие В всем мире Праведно Изменятся И все вместе Будут восхищены Светения Светения Третьих И Вообще Эсхатологические Воззрения Сектантов Меняются Неимоверно Быстро Не воскресшие В первом Воскресении Воскреснут День Страшного Суда Все они Будут Осуждены На Вечные Мучения Некоторые Время Великой Скорби Претерпев Мученичество За Христа И Другие Вошедшие В тысячелетнее Царство О нем Будет Ниже Еще Смогут Наследовать Спасение Но уже С меньшей Славой Чем Участники Первого Воскресения Это Учение Широко Распространено Среди Самых Разнообразных Сект Считается Что теперь Каждый День Может Совершиться Восхищение Церкви И Многие Его Усиленные Непосредственно Ожидают Это Как бы Встряхивает Верующих И заставляет Их Духовно Бодрствовать С другой Стороны Верующих Усыпляет Тем Что они Не войдут В гонение Антихриста И они К нему Не готовятся Поскольку Они считают Что Антихрист При них Не придет То Когда Он В действительности Придет Они Его Не примут За Антихриста И легко Впадут В его Сети Облажают Они Себя И мыслью Что Им Не придется Проходить Мытарств Потусторонних Не даже Быть судимыми На страшном суде А сразу Поисходе Из этой жизни А не навеки Со Христом Ложность Этого Учения Будет Вскрываться По всему Холотолкованию Апокалипсиса И особенно В толковании 20 главы 5 Много Всяких Неверных Учений И по вере Существует О личности Антихриста Иные Говорят Что это Будет Человек Который Ранее Уже Жил И снова Явится Называет При этом То Нерона То Наполеона То Ленина Все это Неверно Священное Писание Нигде Не говорит Что это Будет Человек Ранее Живший Подробно Все это Увидим По ходу Толкования Это Будет Человек Родившийся В последнее Время Личности же Подобные Названным Это Люди В Которые Действует Дух Антихристов Предтечи Антихриста Постепенно Подготавливающие Его престол Ныне Говорят Что Антихрист Уже Есть Называет При этом То безбожие То всякое Нечестие То ереси Нет Антихрист Это Будет Человек Греха Второй Фессионатистом 2.3 То есть Определенный Человек А не просто Какое-то Мерзкое Явление В жизни Общества Антихрист Такой же Как и все Конкретный Человек Присполненный Однако Всякого Греха Человек Греха Который Восстанет На самого Бога И будет Попирать Всякую Святыню Подробно Об этом Будет В самом Толковании Шестое Учение Великой Блудницы О Вавилоне Очень часто Получается Что Кто Кого Не любит Того И называет Великой Блудницей Вавилоном Подробно Все это Рассмотрим В толковании 17-18 Глав Восставши Против Церкви Многие Сектанты Богохольно Называют Пустым Гробом Вавилоном Великой Блудницей Самую Святую Апостольскую Кафолическую Православную Церковь Другие Как адвентисты Считают Вавилоном Римский Святительский Престол Папу Римского Все это Конечно Полное Неведение Отпавших От церкви Людей Или Их заблуждение А может быть И слепая Злоба На общую Нам Всем Матерь Святую Православную Церковь На римского Папу Как Верховного Епископа Западной Церкви Множество Грехов Совершенных В течение Веков Среди Христиан И даже Среди Высших Церковных Псановников Свидетельствует О немощи И греховности Человеческой Но Именно Против Этих Грехов И отступлений И была То Сама Святая Православная Церковь Являясь И оставаясь Святой И непорочной И непогрешимой Ложные Утверждения Менонитов И многих Баптистских Сект Что Великая Блудница Это Экумена Современное Течение Провозгласившее Необходимость Объединения Различных Вероисповеданий Священное Писание Ясно Говорит Что Великая Блудница Вавилон Это Будет Не Духовно Религиозная Сила А Политическая Крупный Город Последнего Времени Подробнее Об этом Смотри Долкование 17-18 Глав Восьмое Учение О Тысячелетнем Царстве Хилиастическое Учение Это Учение Было Среди Первых Христиан Второго Века Но оно Не было Общепринятым И было Впоследствии Полностью Отвергнуто Всей Вселенской Церковью С новой Силой Это Учение Проявилось Во время Реформации Среди Анабаптистов Сейчас Это Учение Широко Распространено Среди Самых Различных Сект Многие Сегодняшние Сектанты Учат Что После Восхищения Церкви И наступления Великой Скорби И царство Антихриста Придет Христос Свяжет На тысячу лет Сатану И будет Царствовать С ранее Восхищенными На земле Это Будет Своего рода Золотой Век Особую Главенствующую роль В этом царстве Будут Играть Евреи Изменения Будут Даже в мире Естественном Между Людьми И животными Будут Соотношения Подобные Бывшим В Эдеме Будет Своего рода Первозданная Жизнь Грех Будет Существовать Но К нему Не будет Искушения Потом Сатана Еще раз Будет Отпущен Возбудит Великое Восстание Народов Гогу Магогу Это Будет На краткое Время После Этого Наступит Всеобщее Воскресение Мертвых И Страшный Суд Сектанты Основываются При этом На местах Священного Писания Исайя Одиннадцать 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 Михея Четыре Закария Четыре Откровения Двадцатая Глава В этом Учении Выражается Своего рода Чаяние Многих Народов О Золотом Веке С другой Стороны Это Все Продолжающееся Иудейское Ожидание Царства Мессии На земле Плотское Понимание Царства Духовного Ложность Этого Учения Будет Показано В толковании Двадцатой Главы Восьмое Учение О том Что Не будет Вечных Мук Приверженцы Этого Учения Говорят Что Бог Есть Любовь Поэтому Он Не может Наказать Грешников Вечными Муками Они Говорят Что Душа Человека Не бессмертна А Потерпев Определенное Соответствующие Греху При жизни Наказание Она умрет И превратится В ничто Прекратит Своё Существование И Не верят Что Потом Все Даже Бесы И дьявол Спасутся Такое Учение Развил В древности Знаменитый Александрийский Церковный Учитель Ориген Третий Век Почитая И высоко Ценят Варения Оригена Церковь Однако Соборно Определила И это Его Учение Как Ересь Ныне Подобное Учение Также Распространяется В сектах Не особенно Правда Прививаясь Полностью Уже Это Принято В адвентизме Камнем Прекновения Является Учение Вечных Муках Также И для Рационалистов Гуманистов По ходу Толкования Мы увидим Неверность Отрицания Вечных Мук Первое Доказательства По священному Писанию О вечных Муках Ясно Говорят Такие места Писания Данила 12.2 И многие И спящих В прахе Земли Пробудятся Одни Для Жизни Вечной Другие На Вечные Поругания И Посрамления Они Пробудятся Не для Временного А Для Вечного Поругания И Пойдут Си В Муку Вечную Матфея 25.46 Совершенно Ясно Говорится Что Претерпят Вечные Муки Смотри Также Иоанна 5.29 Все Эти места Совершенно Параллельны Говорят О Вечной Жизни И о Вечных Мучениях Значит Если Будет Вечная Жизнь То Будут И Вечные Муки А Если Не Будет Вечных Мук То Не Должно Быть И Вечной Жизни 14.11 И Дым Мучения Их Поклоняющихся Антихристу Будет Восходить Вовеки Веков А Дьявол Прещавший Их Вержин В озеро Огненное И серное Где Зверь И Лже Пророк И Будут Мучиться День И Ночь Вовеки Веков То Дьявол Антихрист И Все Неверные Будут Вечно Мучиться Отрисающее Вечное Мучение Для Подтверждения Своего Учения Начинает Искажать Смысл Слов Выражение Вовеки Веков Начинает Объяснять Так Есть Века Составляющие Определенный Промежуток Времени И Вот Вовеки Этих Веков Будут Мучения В немецком Переводе Лютер Это Звучит Так Von Эрих Кайт Су Эрих Кайт Или По-русски От Вечности До Вечности Тогда Они Объясняют Так Что Мол Была Вечность И Будет А Вот От И До Мучения То есть Опять Промежуток Времени Все Это Просто Геологические Спекуляции Не выражающие Не выдерживающие Никакой Критики В таких Случиях Надо ведь Не логику В словах Искать А тот Смысл Который Принято Этими Словами Выражать А выражение Во веки Веков И Фон Эрих Кайт Ц Эрих Кайт И Принято Обозначать Именно Вечное Такой Эрих Может Ведь Скоро Догадаться По словам Безначальное Понимать Не нечто Всегда Бывшее А нечто Несуществующее Ибо Оно Еще Не Началось Если Понимать Эти слова Так Как Понимают Их Некоторые Сектанты То Как Тогда Понимать Обещание Христа Веки Грядущем Жизни Вечной Марка 10 30 Как Это Веки Будет Вечность Отсюда Верим Что Надо Не Мудрствовать А Принимать Общепринятое Слово Употребление По которому Будущий Век Во Веки Веков Означает Вечность Кроме Того Даниила Матфея Ясно Обозначают Эти слова Вечное Поругание Мука Вечная Второе Доказательство Догматическое Говорят Что Бог Есть Любовь А Грехи Людей Совершенные В жизни Конечно Поэтому Дескать Не только По любви Но и По справедливости Невозможны Вечные Муки И Не Должны Будь Такие Мысли Говорят О том Что Эти люди Еще Не Пережили По Настоящему Раскаяние Блудного Сына Отче Я Согрешил Против Неба И Пред Тобою И Уже Не Достоин Называться Сыном Твоим Нет Значит Еще Ощущение Бесконечной Святости Божией И Бесконечности Своей Греховности И Виновности Есть Самооправдание И попытки Вместить Божий Путь Божьи Пути В наш Рассудок Догматически Строго Ответим Так А Виновности Человека Судят Не По Времени Совершения Греха Жить Человека Двадцать Тридцать Пятьдесят Семьдесят Лет А По Тяжести Греха Один И Тот Же Грех В разной Степени Тяжек В зависимости От Того Перед Кем Он Совершен Так Ни Одно И Тоже Обмануть Случайного Человека Друга Или Мать Чем Выше Человек Перед Которым Грешим Тем Тяжелее Грех Посажен На Десять Лет Так Недолго Мы грешили За нашу Короткую Жизнь Но Бесконечно Тяжко А Потому И Наказание Вечное Мучение Потому И Жертвой За наши Грехи Не Мог Быть Даже Совершенно Безгрешный Человек Каковым Считали Например Христа Ариане И Иные Считают Свидетели Иегова А Должен Был Быть Бого Человек Грехи Бесконечной Тяжести Требуют Возмездия Бесконечного А Потому Жертва Должна Быть Принесена Бесконечная Как Воявилась Крестная Жертва Бога Человека Иисуса Христа Еще Еще Такая Мысль Как Жертва Могут Быть Одновременно Любовь Бога И Мучения Людей Ответ Нельзя Говорить Что Бог Иегиенна Будет Сосуществовать Во Все Что Есть Будет Бог 1 Коринфян 15 28 Все Во Все Геенна Это Будет Нечто Вне Того Что Есть Тьма Внешняя А Вне Псы Бог Есть Жизнь Что Вне Бога То Смерть Вечно В Боге Блаженство Вне Его Мучения Сами Вышедшие От Бога Сами Обрекают Себя На Вечную Смерть На Вечные Мучения А Впрочем Эти Вопросы Надо Не Столько Исследовать Сколько Страх И Совершать Своё Спасение Доказательство Святотическое Приведём Несколько Свидетельств Святых Отцов О Вечности Мучений Грешников Святой Игнатий Богоносец Как Скверный Пойдёт В Неугасимый Огонь Равно Как И тот Кто Его Слушает Послание К Исфесянам Глава Шестнадцатая Святой Поликарп Сминский Говорит Мучившему Его Проконсулу Ты Грозишь Мне Огнём Горящим Временно И Скоро Угасающим Потому Не знаешь Об огне Будущего Суда И Вечного Мучения Который Уготован Нечестивым Святой Истин Мученик А Те Жи Которые Живут Неправедно И Не Раскаиваются Мы Веруем Что Они Будут Мучиться В Вечном Огне Святой Феофил Антиохийский Тех Которые Не Веруют И Не Покоряются Истине Возьмёт Огонь Вечный И Что Поэтому Необходимо Следовать Во всем Пророческим Учениям Чтобы Избегнуть Вечных Мучений И Получить Вечное Благо Божие Святой Ирины Леонские Кому Скажет Господь Идите От меня Проклятые В огонь Вечный Те Будут Навсегда Осуждены Святой Иоанн Златоуст Здесь Счастье И несчастье Имеют Конец И притом Самый Скорый Но Там И то И другое Продолжится В Бессмертные Века Когда Душа Получит Нетленное Тело Тогда Ничто Не Воспрепятствует Мучение Ее Продолжится В бесконечности Учение Веченстве Мучений Грешников Разъяснено На поместных Соборах Александрийском 399 Год Константинопольском 543 И на Втором Вселенском Соборе 381 Год И на Пятом Вселенском Соборе 533 Год Так Лучается Вселенская Церковь 1 глава 1 стих Откровение Или Апокалипсис Это Откровение Сокрытых Тайн Божьих О Церкви Христовой В этой Книге Показана Вся Жизнь Церкви От ее Создания Христом И до Кончины Века А также Жизнь Будущего Века Откровение То есть Это Что ранее Было Тайной Было Сокрыто От Людей А Теперь Открыто Откровение Иисусу Христа Как все Священное Писание Христоцентрично Так и Здесь В центре Иисус Христос Эта Книга Открывает Нам Иисуса Христа Но Здесь Несколько В ином Плане Чем Делают Это Евангелисты В Евангелии И Апостоле В Своих Посланиях Если Там Подчеркивается То Что Христос Прежде Сво Сын Божий Сын Человеческий Спаситель Глава Церкви То Здесь Откровение Иисуса Христа Грядущего Иисуса Христа Вседержителя Иисуса Христа Судьи Хотя Хотя В определенной В определенной Мере И в Евангелии И в Апостоле Показан Христос Кончину Века И в Апокалипсисе Показан Христос Как Бога Человек Спаситель И глава Церкви Которое Дал Ему Бог Отец Отец Открыл Это Сыну А Сын Открывает Людям Чтобы Показать Рабам Своим Не всему Миру А только Рабам Своим Только Своей Святой Церкви Христос Открывает Грядущие Судьбы Чему Надлежит Быть Скорее Книга Эта Повествует О надлежащем Быть В будущем А поскольку Много О чем Здесь Говорится Случилось Довольно Быстро То И здесь И сказано Чему Надлежит Быть Скорее После Того Как Апостолу Иоанну Дано Было Откровение Кроме Того Пророческому Взору И отдаленное Предстает Так Близкое Скоро Совершающееся Так К тому же Далекое Во времени Не является Весьма Скорым В сравнении С Вечностью Если Здесь Сказано Что Будет Повествовать О том Чему Надлежит Быть То Это Не значит Что Будут Описываться События Только Будущего Так В 19 Стихе Сам Господь И Поясняет Что Здесь Опасно Что Ты Видел И Что Есть И Что Будет После Всего То 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 есть Что Будет И Что Есть Уже Это Откровение Посылается Через Ангела То есть Откровение Тайн В апокалипсисе В основном Даются Все Через Ангелов И мы Увидим Как Иоанна Будут Водить Ангела Беседовать С ним Как Они Будут Показывать Видение И Сами Будут Ему Истолковать Рабу Своему Иоанну Это И Есть Иоанн Ученик Господень И Апостол Из Двенадцати Который Свидетельствовал Слово Божие И Свидетельствую Иисуса Христа И Что Он Увидел Апостол Иоанн До Успения Пресвятой Девы Марии Находился С ней В Иерусалиме К этому Времени Другими Апостолами Была Уже Оглашена Большая Часть Римской Империи После Успения Пресвятой Богородицы По Выпавшему Ему Жеребию Направился В Ефес И Другие Малайзийские Города Для Поповеди Евангелия Взяв С собой Своего Ученика Прохора К тому Времени Случилось Гонение На Христиан Апостола Иоанна Отвели На Суд В Рим Из-за Исповедания Веры В Иисуса Христа Апостол Иоанн Был Приговорен К Смерти Но Господь Сохранил Своего Избранника Апостол Выпил Предложенную Ему Чашу Со Смертельным Ядом И Остался Живым Затем Вышел Невредимым Из котла С кипящим Маслом В который Был Брошен По Приказаниям Учителя После Этого Апостола Иоанна Сослали Заточение На Остров Патмос В Игейском Море Близ Малой Азии По Пути Следования К месту Ссылки Апостол Иоанн Совершил Много Чудес На Острове Патмос Пропоедь Сопровождавшаяся Чудесами Привлекла К нему Всех Жителей Острова Которых Апостол Иоанн Просветил Светом Евангелия Как-то Апостол Иоанн Удалился Со своим Учеником Прохором На Пустынную Гору Где Наложил На Себя Трехдневный Пост Во время Молитвы Апостола Гора Заколебалась Загремел Гром Прохор В страхе Упал На Землю Апостол Иоанн Поднял Его И приказал Записывать То Что Он Будет Говорить Так Был Написан Апокалипсис Сведения О жизни Святого Иоанна Взятые Из Настольной Книги Священнослужителей Том Второй Москва Из Заним Московской Патриархии 1978 Год Первая Глава Третий Стих Как Бы В Предисловии К Откровению Иоанн Пишет Блажен Читающий Слушающий Слова Пророчества Сего И Соблюдающий Написанное В нем Ибо Время Близко Один Читает Многие Слушают Особенно Часто Будет Откровение Как и в Других Книгах Священного Писания О Слушании Священные Книги Хранились В церквах При Кафедрах Где Они Читались Народ В основном Получал Божественное Ведение Через Слушание Поэтому И сказано Блажен Читающий И Слушающий И В наше Время Блажен Читающий И Слушающий Слова Пророчества Сего То есть Апокалипсиса Многие Говорят А мы Там Ничего Не Понимаем Даже Прочитав Не Понимаем А Господь Говорит Блажен Читающий И Слушающий Слова Пророчества Сего И Соблюдающие Написанное В нем Что Прочитано Должно Быть И 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 Жене Таинственного Но Нет И И И И И И И И Если Так Пишет Апостол Ян Уже Тогда В конце Первого Века То Насколько Это Время Близко Теперь По Окончании Второго Тысячелетия И Ныне Действительно Близкое Время Поскольку Мы Видим Что многие знамения пришествия Господня уже совершились и совершаются Близко время великого и страшного суда Поэтому в наше время особенно сильно звучат эти слова пророка Блажен, читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем Ибо время близко Скоро, а может быть и нам надлежит пройти через великую скорбь И встретить славное пришествие Христова Иоанн, сини церквам, находящимися в Асии Благодать вам и мир от того, который есть и был и глядет И от сини духов, находящихся перед престолом Его и от Иисуса Христа Это приветствие Иоанн Он представляет себе автора этой книги Семи церквам, находящимся в Асии Это были семь церквей, общин, находившиеся в Малой Азии Далее они будут перечислены Им и был адресован апокалипсис святого Иоанна Богослова Однако далее мы увидим, что этими семи церквами Обозначается вся полнота Вселенской Церкви Семь это число Божественной полноты Так что послания семи церквам являются посланиями всей Христовой Церкви Благодать вам и мир Неспосылает этим церквам свое апостольское благословение Но сами благодать и мир не от апостола исходят А от того, который есть и был и глядет Это Бог Отец, вечно сущий, безначальный и грядущий И от семи духов, находящихся перед престолом Его, Бога Отца Семь духов, это полнота Духа Святого Семь число полноты Порок Исаия 11.1.3 Перечисляет семь даров Духа Святого Святая Церковь содержит семь таинств В которых действует благодать Духа Святого Пречисляет 9.1 Семь духов полнота Духа А не часть, не много Дух Святой вообще в апокалипсисе часто будет изображаться в виде семи духов Семи огненных горящих факелов О семи Духах сказано Что они находятся перед престолом Отца Это то, что мы в Никео-Сареградском символе веры исповедуем И в Духа Святаго И же от Отца Исходящего И от Иисуса Христа Сына Божия Таким образом Афостол Иоанн преподает семи церквам благословения от всей Пресвятой Живоначальной Троицы Отца, Духа и Сына Далее о Христе Который есть свидетель верный Проповедуя Он верно свидетельствует пред с ними Верным свидетелем Христос И предпунктием Пилатом Перед распинающей его толпой иудеев Первенец из мертвых Бывший распят он воскрес Его воскресение было первым Спросите А как же воскрешали пророки Илья и Елисея И сам Господь еще при жизни воскрешал мертвых То были, строго говоря, не воскрешения, а оживления Отроки, возвращенные пророками жизни Сын Наинской вдовы, Лазарь Все они, оживая, возвращались в прежнее тленное естество Оживали, чтобы через некоторое время снова умереть Как и все остальные, они еще ждут дня своего воскресения Воскресение человека – это не возвращение души умершего в свое тленное смертное тело А превращение самого умершего тленного тело в новое нетленное и бессмертное И соединение этого воскресшего тела с душою умершего Христос же, принял истинное тело, хотя и безгрешное Претерпел истинную смерть и истинное воскресение его Причистое тело умерло и было положено во гроб Душа его сошла в ад вместо душ умерших На третий день душа его соединилась с телом И он боголетно воскрес Этот догмат ясно выражен в словах диакона При совершении им каждения престола по окончании проскомидии Будучи во гробе плотью, как Бог в аде был душою В раю же с разбойником И на престоле ты, Христос, пребываешь с Отцом и Духом Все исполняя неописуемый Это и есть его смерть и воскресение Таким образом, все случаи воскресения, воскрешения до Христа Им самим совершенные, после него его апостолами и другими подвижниками в церкви Были, собственно, не воскрешениями, а возвращениями к жизни, оживлениями Первенцем же из мертвых был Христос И все верные последуют ему в этом в последний день И владыка царей земных Цари земные часто думают, что они сами господствуют над землей Совершенно забывая, что есть и над ними владыка, который ими управляет Он есть Господь-Содержитель, владыка царей земных Ему, то есть Христу Возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею Господь возлюбил нас вечной любовью Нас, преданных проклятию, заслуживших только гиенну огненную Он возлюбил и омыл от грехов наших кровью своею Это Голгофа Здесь заколается в кровавую жертву за наши грехи небесный Агнец Здесь баня, омывающая весь мир Апокалипсис вообще часто представляет Христа в виде Агнца Заклонного за грехи мира Указывает на великую и страшную жертву Христа Так мы видим и то, что святой Иоанн повествует не только то, чему надлежит быть Но и то, что видел и что есть 1.6 И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему Это дивное чудо совершил Господь, умерший за нас на кресте А мы в нас в бане крещения кровью своею Он же соделал нас, христиан, царями и священниками Богу и Отцу своему Об этом же пишет и святой апостол Петр Называя нас родом избранным царственным священством Что же это за царство? Что за священство? Еще в Ветхом Завете народу израильскому было сказано Что вы будете у меня царством священников и народом святым Исход 19.6 Но то было еще только тенью того, что есть теперь на деле Над чем царствуем? Христос на кресте сковал сатану, князя века сего И основал свое духовное царство Церковь Святой Иоанн Предтеча и Господь, начиная проповедовать, говорили Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное Приблизилось, ибо оставалось всего три с половиной года, и оно придет И вот Голгофа Крест Царство это пришло Теперь все, омывающиеся от грехов кровью Христовой Помазуются Духом Святым Святом Таинстве Мира Помазание на царство Но царство духовное, которое внутри нас есть Лука 17, 21 Христос сковал сатану И христиане царствуют над грехом, демонами и сатаной Крестом, как страшным оружием, поражает нечистую силу И священниками Через святое миропомазание каждый христианин становится теперь священником Богу Всевышнему Получает благодать Всесвятого Духа и способен священнодействовать Богу Все в чем священнодействие христиан? Жертва Богу Дух сокрушенный Псалом 50, 19 Приносите жертвы правды Псалом 4, 6 Как жертву возносит христианин Богу молитву за себя и за всех людей Как приятный Богу Фимиам возносится молитва святых преднебесным жертвенником 8, 3 И так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы То есть плод уст прославляющих имя Его Не забывайте также благотворение и общительность Ибо таковые жертвы благоугодны Богу Евреям 13, 15 Как священник каждый христианин призван также и на служение Богу Как пишет апостол Павел Фессалоникийцам Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному 1, 9 Каждый христианин призван служить Богу теми дарами, которые ему даны в рождении Его и в святом миропомазании Это и служение благовестия, наставления, утешения, взаимопомощи, обличения или даже пророческое служение Исцеление больных, чудотворения Это всеобщее священство, не надо путать с тем особенным священнослужением, которое Бог учреждал И в Ветхом Завете Ааронова священство, и в Новом Завете апостольское священство Это, как говорит апостол Павел, служители Христовых и домостроители тайн Божьих 1 Коринфянам 4, 1 Их особое служение состоит в управлении Домом Божиим, Церковью, наставничестве и тайно действии в совершении святых таинств На это служение подается особая благодать через таинство рукоположения, идущие непрерывно от апостолов Тайно действовать может только рукоположенный священник 1 Тимофей 4, 14 Служить же Богу, как царь и священник, призван каждый христианин, помазанный Духом Святым 1 Фессалликийцам 1, 9 Как наряду со всеобщим священством есть священство особое, иерархическое Так и наряду со всеобщей царственностью христиан есть царство особое В христианских государствах цари помазывались епископами на царство через вторичное миропомазание И этому Богу, который через Сына Своего вырвал нас из царства сатаны, омыл от грехов, возвел в дивное состояние царей и священников Слава и держава во веки веков! Аминь! Словословие, которое каждодневно возносит святая церковь к престолу Божию Во веки веков! Означает вечно! Аминь! По-еврейски истинно! Да будет так! Произошло от еврейского слова «Аман» утверждать 1.7 «Все гребет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные, и вею! Аминь!» Это о Христе, о Его втором славном, великом и страшном пришествии в мир на суд Как в облаках Он вознесся, так в облаках и вернется Как о том и говорили на Ильонской горе апостолам ангелы Возвращаясь на землю, Христос будет также окружен облаком Своих свидетелей и святых ангелов Евреям 12.1 Увидит его Пилат, увидит его воин, воткнувший его причистое ребро в свое копье Увидит его народ Увидим его и мы, люди 20 века, распявшие Христа своими грехами и богоотступничеством Евангелие говорит, что чистым сердцем Бога узрят Здесь узрит его не сердце, а всякое око Сегодня можно увидеть Бога сердцем и возриковать в Духе Святом Тогда же, оком увидев, возрыдают пред Ним В том же не будут слезы покаяния, очищающие сердце Но слезы отчаяния, безотечный отчаянный вопль сердца грешного, чувствующего Гиенну Будет поздно Узрят его все племена земные Ибо Евангелие Царствия будет проповедана к тому времени во свидетельство всем народам И вот того, который и засвидетельствован, и которого многие отвергли Узрит всякое око Как может увидеть его око? Бога в его божестве видеть невозможно Иоанн 1.18, исход 33.20, 1 Тимофея 6.16 Око человеческое не может видеть божества, живущего в свете неприступном То есть не только Бог Сам, но и жилище Его недоступное видению Узрит всякое око Сына Человеческого, Бога Воплощенного Христос придет, видимо, для всех в своей прославленной плоти Так, через Бога Воплощение Божество является, видимо, твари Первый раз Он приходил во плоти для нашего спасения Второй раз придет, видимо, во плоти на суд Ей, аминь Истина Да будет все так 1.8 До север святой Иоанн говорил о Боге и о Христе Теперь говорит сам Христос, представляя себя Я есть Альфа и Омега Начало и конец Альфа, первая буква греческого алфавита Откровение написано святым Иоанном Богословом на греческом языке Омега, последнее В нем начало всякого бытия В нем и конец всякого бытия Всего начало и всего конец Он же сам без начала и без конца Вечно сущий Это выражается Его словами Который есть и был и грядет Есть, то есть везде и вечно Единственно самосущный Он единственно есть вечно Сущий Сам в себе Почему и на иконах спасителя Над челом его всегда начертывается ООН Что по-гречески обозначается Сущий И он грядет Сидержитель Вся вселенная в его руках И он ее держит Представив нам сначала Христа Иоанн теперь пишет И немного о себе Я Иоанн Брат ваш Видим его смиренное себе суждение Не возвышает себя никак Называет себя братом всех христиан И соучастник скорби Отсюда видим Что церковь в это время Находилась уже в великом гонении И претерпевала многие скорби В этих скорбях и Иоанн Ранее особо хранимый Господом Был соучастником И тут посмиренно мудрее своему Называет себя Только соучастником в скорбях И в царстве Как чудно, что христиане Становятся соучастниками И только в скорбях христовых Но и в царстве его Велика скорбь Но великая радость Однако путь только такой Соучастником в царстве Можно стать Только через соучастие В скорбях Утро после ночи Царство после скорби И в терпении Иисуса Христа Господь терпел В терпении Прибывает и его ученик Иоанну Дарона Была долгая жизнь Около ста лет И через то особо Стал соучастником В терпении Во всем этом Скорбях Царстве И терпении Стал соучастником Господу своему И братьям Своим христианам За слово Божие И за свидетельство Иисуса Христа Оказывается Иоанн в ссылке На острове Патмос Так истинное Свидетельство о Христе Подвергается гонению И хотя Господь давал Церкви Другие времена Когда церковь Христова Торжествовала Над язычеством И свидетели Господи Не были Внешне гонимы То все равно Были великие Гонения От близких Внутри Как например Многим Гонениям Подвергались Во времена Торжества Христианства Такие великие Свидетели Христовы Защитники Правой веры От различных Ересей Как святой Афанасий Великий Святой Кирилл Был в Иссалимске Святой Иоанн Затаус Святой Максим Исповедник 1.10 Я был В духе В день Воскресный Телом Святой Иоанн Находился На пустынном Острове Патмосе Дух же Его Далек Был От острова В сферах Иных Небесных И было Это В день Воскресный В первый День Недели В самых Первых Времен Христиане Чтили Этот день Как День Воскресения Своего Господа В этот День Они Собирались Вместе Для Духовного Назидания Для Чтения Священного Писания Для Совершения Святого Таинства Пречащения Хлевопреломления В этот День Апостолу Иоанну Дано Было Откровение О будущих Судьбах Христовой Церкви И Слышал Позади Себя Святой Иоанн Уже забывает Внешнее Окружение Своё Уже Не видит Острова На котором Находится Но Находясь В духе В состоянии Пророческого Прозрения Он Слышит Позади Себя Громкий Голос Как бы Трубный Как бы Эта Приставка Часто Будет Повторяться В откровении И вообще Она Характерна Для Библейских Пророчеств Пророки Видят И слышат Нечто Что Даже Нельзя Точно Описать Человеческими Словами Ибо Они Видят Невидимое И слышат Неизреченное Они Стараются Тогда Среди Земных Вещей Подыскать Что Нибудь Подобное И говорят Что Вот То Что Я Видел Слышал Воспринимал Оно Подобно Вот Этому Как Бы Это И Здесь Святой Иоанн Говорит Слышал Я Голос Громкий И Описать Его То Не Могу Но Он Был Как Бы Трудный Похожий На Глаз Трубы Голос Этот Говорил Я Есмь Альфа И Омега Первый И Последний Из Слов Этих Сразу Узнаем Что Апостолу Иоанну Явился Сам Воскресший Спаситель Иисус Христос Ибо Только О нем Говорится В Священном Писании Что Он Альфа И Омега Первый И Последний 1.11 Христос Говорит Святому Яну То Что Видишь Напиши В Книгу В основном Все Откровения Здесь Сообщаются Святому Яну Ангелами Через Видение Он Записал То Что Видел Что Было Ему Явлено И Пошли Церквам Находящимся Фасии Весес И Смурни И Спергам И Сиатиру И Сардис И Стиладельфию И Владаокию Здесь Перечисляются Эти Семь Церквей Семь Общин Бывшие В семи Городах Малой Азии Основные Христианские Общины В этих Городах Были Еще Самими Апостолами Каждая Из этих Церквей Будет Дана Господом Особое Послание Эти Семь Церквей Являют Собой Семь Состояний Церкви И Всю Полноту Вселенской Церкви 1 12 13 Я Обратился Чтобы Увидеть Чей Голос Говоривший Со Мною И Обратившись Увидел Семь Золотых Светильников И Посреди Светильников Подобного Сыну Человеческому Обличенному В Падир По Перстям Опоясанного Золотым Поясом И Иоанн Слышит Голос Как бы Трудный Это Сильно У него Действует И Вот Он Обративается Чтобы Увидеть Того Кому Принадлежит Голос Говоривший С Ним Когда Он Обернулся То Увидел Семь Золотых Светильников И Посреди Светильников Подобного Сыну Человеческому Семь Золотых Светильников Ужив Отхозаветней Скинии И в храме Соломона Стоял Во Святом Семисвечник Так Так И в новозаветней Церковь Преобразуется Семисвечником Поэтому И в наших Православных Храмах За престолом В алтаре Стоит Семисвечник Здесь Семь Золотых Светильников Это Образ Семи Церквей Которая Являет Собою Полноту Христианской Церкви Каждая Из Церквей Обозначается Светильником Их Семь Это Как бы Семь Граней Семь Сторон Семь Состояний Христовой Церкви Которые В дальнейшем Будут Показаны В семи Посланиях Светильники Золотые Этим Показывается Что Церковь Куплена Дорогою Ценою 1 Коринстам 6 20 Она Мытая Чистая Прославленная Богу Как Золотом Украшенная Невеста Христу Песнь 1 10 Она Вся Золотая Она Жа И Светильник Миру Как О том Говорил Господь В Нагорной Проповеди Вы Свет Миру И Сравнивал Христиан Зажженные Свечой На Подсвечнике Светильник Этот Семисвечный Так Как Церковь Содержит Семь Таинств Семь Таинств Это Те Угли На которых Возгорается Этот Светильник Горит И Светит Всему Миру И Посреди Семи Светильников Можно Представить Себе Стоять Семь Светильников И В самой Середине Посреди Них Видится Вид Иоанн Подобного Сыну Человеческому Ему Даже Трудно Определить Вид Того Кого Видит Но Говорит Что Он Подобен Сыну Человеческому Подобного Сыну Человеческому Видел Некогда В таинственном Видении Святой Пророк Даниил 7.13 Даниил Говорит Что Видел Как Бы Сына Человеческого И Даниил И Иоанн Видели Воплощенного Бога Господь Пришел В мир Как Сын Человеческий Воплотившись От Пречистой Девы Марии Особенно Показывает Христа Как Сына Человеческого Евангелист Матфей В его Евангелии И сам Господь Особенно Часто Называется Сыном Человеческим Христа Иоанн Видит Посреди Светильников То есть Посреди Церкви Он Внутри Нее Христос И Церковь Неразделимы Христос Находится В Церкви И В ней Обитает Чтобы Обрести Христа Надо Поэтому Прийти В Церковь Ибо Он В ней Каким Видит Ян Христа Он Видит Нестрадальца В Терновом Венце Но Облеченный Господир Длинные Одежды Иудейских Царей И Первосвященников Он Видит Христа Царя И Первосвященника Сына Человеческого Облаченного В падир То есть Плоть Человечества Христа Ставшая Причастным Божественной Славы И по персям То есть По груди Опоясанного Золотым Поясом Важно Что Опоясан Христос Не В поясе Как обычные люди А по груди Люди Опоясаются В поясе Для укрепления Своей немощи Для приведения Себя В готовность К труду Для Подтянутости Для Укращения Похоти Во всем этом Не нуждалась Божественная Плоть Христа Он Опоясан По груди Во-первых Чтобы этим Показать Что Божественный Гнев На грешников Удерживается Его Человеколюбием Во-вторых Левая и правая Грудь В священном Писании Часто Обозначает Ветхий Новый Завет Заветы И вот Золотым Поясом Истинною Которой Является Сам Христос Эти Заветы Опоясываются Воедино В единый Завет Божий С людьми Через Иисуса Христа Христос Облеченный В падир Является Здесь И как Первосвященник Вечный По чину Мельхиседека Псалом 109.4 Евреям 7 Описав Одеяние Явившегося Ему Христа Святой Иоанн Описывает Дальше Вид Самого Господа 1.14 Глава Его И волосы Белы Как Белая Волна Как Снег Интересно Сравнить С песней Песней Где Господь Иисус Христос Изображается С черными Волосами Кудриво Волнистые Черные Как Ворон Песня 5.11 Там Показывает Свою Вечную Юность Здесь Он Является Как Старец С белым Волосом А Как Пламен 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 Кудриво 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 Кто стоял Стоял Кудриво И Господь Кудриво Не бойся Дальше Опять Говорит О себе Я Есть Первый Последний И Живый И Был Мертв И Все Жив Во Веки Веков Аминь Был Мертв Господь Напоминает Голгофу Напоминает Крест Напоминает Свой Гроб Он Был Мертв И Все Жив Светлое Воскресение Христова Пасха И Не Только Жил Он На Время Но Жив Во Веки Веков Вечно Аминь Истинно Сие И Имею Ключи Ада И Смерти До Голгофа Все Люди И Праведные И Неправедные Уходили В Преисподнюю В Ад Но Вот Сошел Преисподнюю Сам Христос Пленил Плен Связал Сатану Распявшись Крестом Побеждает Лукавого Лишает Его Всякой Силы У Него Забирают Ключи Ада И Смерти И Ада И Держит В Своих Руках Смерть Пронзила Его Пречистые Руки Теперь Руки Его Держат Ключи Смерти И Ада Теперь Никто Не Может Умереть И Попасть В Ад Если Не Вернуть Его Туда Христос Праведный Судья Это Страшно Для Нечестивых Не Принимающих Христа Они Не Захотели Войти К Христу Через Врата Узкие И Вот Он Некогда Широко Распахнет Для них Врата Иные Ужасные Ведущие В Ад Найвеликое Утешение Для Христиан Мы Должны Бояться Делать Грех Но Не Должны Бояться Дьявола Он Не Вернет Верующих В Ад И По Ключи Ада И Смерти В Руках Христа Хотя Сама Смерть И От Лукавого Ибо Он Был Человеко Убийца От Начала Но Никто Не Умрет Не Будучи Предназначенным На то Христом И Для Верующего Смерть Приобретение Поэтому Христос И Говорит Не Бойтесь Убивающих Тело Души Женемогущих Убить Это Слуги Дьявола А Бойтесь Более Того Кто Может И Душу И Тело Погубить В Геене То Бойтесь Христа Ключи От Врат Райских И От Врат Ада В Руках Христа Победителя Смерти Живущего Вовек Он И Спаситель Он И Судья Итак Напиши Что Ты Видел Все Видения Которые Были Ему Показаны И Что Есть И Что Будет После Всего 1.19 Откровение Вскрывает Нам Тайны Грядущего Как Веки Семь Так И В мире Ином Но Корни Грядущего Уходят В Прошлое И Поэтому Иоанну Повелевается Записать Не Только Грядущее Но И То Что Есть То Есть Что Было При Его Жизни 1.20 Господь Сам Дает Толкование О Звездах И Светильниках Тайны Семь Звезд Которые Ты Видел В Деснице Моей И Семь Золотых Светильников Есть Сия Семь Звезд Суть Ангела Семи Церквей А Семь Светильников Которые Ты Видел Суть Семь Церквей Кто Такие Ангелы Церквей Ангелы Это Греческое Слово Означающее Вестники То Есть Здесь Это Благовестники Христовы Охраняющие И Ограждающие Стадо Христово От Волков И Всякого Зла Это Пастыри Церквей Их Епископы Христовы Священства В Лесе Своего Епископа Каждая Церковь Имеет Своего Ангела Возвещающего Ей Слово Господне И Ходатайствующего За нее Перед Богом Сказанная Ангелу Церкви Относится Непосредственно К ее Епископу Отчасти же Относится И к Пресвитерам Поскольку Они На приходах Исполняют Волю Епископа И совершают Своё Пастырское Служение Господь Открывает Здесь Так же Что Пастыри Церкви Здесь Снится Его Какое Это Чудное Утешение Ибо Сколь Немощен Человек И Кто Может Дерзать На столь Высокое Служение Как Священодействие Христово Облеченный Плотию Священник Властью Данные Ему Христом Отверзает Небо Матфея 16 19 Не Изводит Духа Святого Деяние 19 6 Изумляет Бесплотных 1 Петра 1.12 Велико Служение Но Велико Им Искушение Велики Гонения И Страшен Суд Кто Будь Дерзнул На Это Если Бы Господь Сам Не Удержал Пастыря В Деснице Своей Они В Руках Его И Он Обещал Пребывать С ними Во все Дни До Скончания Века И Священодействовать Они Будут Доколе Он Придет 1 Коринфян 11 26 Поскольку Пастырь В Деснице Господней То Всякий Посягающий На Пастыре Отвергающийся От Него Противоборствует Деснице Господней А Посему Тщетны Все Усилия Гонителей Церкви А Так Всяких Ересей Сколь Великие Гонения Не Учинялись Ничто Не Могло Победить Хранимых В Деснице Всевышнего Так В Древности От Римского Императора Исходил Даже Такой Приказ Всех Епископов Казнить Кажется Кто Пойдет На Это Служение Но Никогда Христова Церковь Не Оставалась Без Епископов Шли Они Знали Когда Шли На Рукоположение Что Этим Подписывают Себе Смертный Приговор Но Они Шли Это Были Золотые Священники Древней Церкви И В Наше Время Безбожие Масонство Великого Поругания Святые Церкви Необычайного Распространения И Умножения Ересей Хранит Христос И Твердо Держит Своей Деснице Досточтимое Апостольское Священство Глава Вторая Вторая И Третья Главы Семь Посланий Семи Церквам Все Эти Семь Посланий Имеют Одинаковую Структуру Построены По Одинаковой Схеме Схема Это Такова Первое Обращение Пастыр Первое Эти Представление Христом Себя Каковы Он Обращается К этой Церкви Кем Для Нее Являются Третья Основная Часть Послания Как правило, состоит сначала из похвалы общине, а потом из обречения и увещевания ее. Четвертое. Призыв внять сказанному, имеющий ухо слышит да слышит, что Дух говорит церквам. Пятое. Обетование побеждающим пороки этой церкви. Все эти пять пунктов в каждом послании глубоко связаны, в зависимости от состояния церкви, ее особенностей и нужд, и является ей Христос в разных образах. И побеждающим пороки и искушения, сущие в каждой церкви, дается обетование награды соответственно за то, что они победили. 2.1. Ангелу эфесской церкви. Напиши. Мы увидели, что ангелу, это значит пастырю этой церкви, ее епископу. Важно заметить, что послание пишется каждый раз как бы не самой церкви, а ее пастырю. В грехе церкви женится сам пастырь. С него взыскивается грех церкви, и он призывается к покаянию в этом грехе. Пастырю же идет и похвала за благочестие и добродетель его паствы. Пастырь олицетворяет собою, как бы всю церковь. Обетование же воздаяние дается не пастырю, а лишь тем, кто побеждает. Так мы видим высоту пастырского служения, но и его великую ответственность, как обязанных дать отчет о душах паствы. Ефес. Один из четырех крупнейших городов тогдашней Римской империи. Рим, Александрия, Ефес и Антиохия. Огромный, шумный, великий языческий город. В нем было одно из семи чудес света древнего мира. Храм Бавини Дианы. В этом шумном городе протекала бурная языческая жизнь. И вот в этом городе была образована христианская церковь. В ее основании и становлении большая роль принадлежит апостолу Павлу, который три года в ней денно и нощно проповедовал. Какова была эта церковь, такой и представляется ей Господь. Так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Христос в церкви, держащий пастыря в деснице своей, зная дела твои. Эти слова Господь говорит в каждом из семи посланий. То есть Он знает все дела каждого, от Него ничто не сокрыто, нет для Него ничего тайного. Он знает все. Если дела наши добрые, то это великое для нас утешение. Если же дела наши злые, то это грозное обличение. Каково нам будет, когда на страшном суде сами узрим око видевшего все. И труд Твой. Эфесяне были деятельными христианами. Без всякой устали и лени много трудились Господу. И Господь презрел на труд их, принял Его. Ибо был Он истинен и во славу Божию. Сейчас наш труд знает наше начальство, люди, от которых мы зависим. Наши родные, наше чрево, ради которого много трудится человек. Но знает ли наш труд Царь Небесный? Знает ли наш труд Он? Или скажет, я никогда не видел вас трудящимися. И терпение Твое. Труд и был не по настроению, а по терпению. Человек часто трудится по настроению, когда ему хочется. Господь же хочет видеть терпение. Труд кропотливый, долгий, непрерывный и неустанный. И вообще, во всяком деле, надо проявлять терпение. И то, что ты не можешь сносить развратных. Как легко мы сейчас сносим развратных. Они же не могли сносить. Их община была безупречна. В ней не было места развратным. Как и о Первой христианской церкви в Иерусалиме, читаем, что из посторонних же никто не смел пристать к ним. Так было и в Ефесской церкви. Не сносили тех христиане развратных в своей среде. Обличали, увещевали, если не раскаивались. Отлучали. И потому народ прославлял их. Ниже нет той церковной дисциплины. Сносят развратных. А потому и народ часто не прославляет. Но одни смеются, другие соблазняются. А иные пристраиваются к церкви. И испытал тех, которые называют себя апостолами. Они не таковы. И нашел, что они лжецы. Ефесским пресвитерам, священникам апостол Павел сказал некогда. Под шествием моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Деяние 20, 29. Так оно и было. Появилось много еретиков. Это и гностики, и люди, называвшие себя тоже апостолами. А ведь в то время действительно было много людей, видевших Христа. Составляли сложные апокрифические Евангелия. И вот среди всех этих потоков надо было уметь отличать истинных апостолов от тех, которые себя тоже так называли, но были не таковых. Отошел из Ефеса апостол Павел. И вот более чем через 30 лет сам Христос дает им похвалу. Они счастью выдержали и это испытание. Не только духовно развращенных, но и ложные учивших они испытывали. А значит были в состоянии испытывать их учения. И не сносили в своей среде. Каково теперь положение? Давно прошли великие вселенские соборы. Насегда определившие истинную православную веру. Осудившие ереси. Но вот приходят все новые и новые апостолы. Сотнями и сотнями рождаются новые секты, новые исповедания. И ныне эти исповедания подверглись испытанию и найдены ложными. Посему пастыри, учите народ, наставляйте его в истинах православной веры. Ибо и ныне многие гибнут в пагубных ересях. Показывайте, что нынешние сектанты, претендующие на то, что они от апостолов, не таковы. А чтобы испытать веру иную, скрыть заблуждение, надо глубоко знать свою веру. О, если бы и ныне чудный свет православия просветил умы и осветил сердцам многих заблуждающихся в ересях. Два-три. Ты много переносил. То есть уже и скорби постигали эту церковь, а они их перенесли. И скорби, то не только малые, но многие, но они все перенесли. И имеешь терпение не только в трудах, но и в скорбях хранишь терпение. И для имени моего много трудился. Человек готов трудиться для имени своего, своей семьи, своей страны. И фисяне же трудились много для имени Господня. И трудясь, не изнемогал. От многих трудов изнемогает человек. От трудов же для имени Господнего он не изнемогает. Но благодать и Духа Святого только еще более укрепляется. И, заметим, все говорится в первом лице. Какая великая ответственность на пастырях. Можем себе представить, как епископ Ефесской Церкви медленно разворачивает свиток с посланием. Говорит, что это от возлюбленного всеми имя апостола Иоанна. Начинает читать. Димные похвалы от Господа. Все радуются. Веселие духовное. И вдруг, епископ приостанавливается. Маленькая частичка, но. Останавливает этот поток похвалы от Господа. Но. Имею против тебя. Имеешь против меня. Что же имеешь ты, святой апостол, против меня? Да послание-то от самого Христа. Что имеешь ты, Господи, против меня? Если много тружусь. Все терплю. Грешников и еретиков обличаю. И извергаю из среды пасту моей. Если трудимся много, не с тщеслави или корости. Как некоторые. Филиппистам 1.15. Но для любви твоего, Господи, что же можешь иметь ты против меня? То, что ты оставил первую любовь твою. Оставил первую любовь. Что это значит? Апостол Павел в 13 главе 1 послания к Коринфянам поет гимн любви. И звучат слова этого гимна, что если мы не имеем любви, то хотя бы и имели всю веру, так что могли бы даже горы переставлять. Хотя бы имели дар пророчества и знали бы все тайны. Хотя бы все имение раздали и отдали тело свое насажение. Хотя бы говорили языками ангельскими, духом бесплотных. То все равно, все это ничто. Все это не больше, чем месть звенящая. Для Бога ничто не имеет значения, если совершено без любви. Так мы можем много трудиться, терпеть, и сторгать грех, и обличать герезь, и переносить страдания. Но если в сердце нет любви, то все это ничто. И ты, говорит Христос, не имеешь любви. Какой любви? Первой любви. Во всем Священном Писании это единственный раз, единственное место, где говорится о первой любви. Словами о любви наполнено все Писание. Ну а первой любви единственный раз здесь. Первая любовь. Христос берет здесь образ того первого, неповторимого, единственного, трепетного чувства, которое бывает между женихом и невестою. Первая любовь, которая ждет своего возлюбленного. Ждет. Она еще не наслаждается, не утешается им, а только ждет его. Всем своим существом делает все, чтобы только воссоединиться с ним. Только о нем и мыслит. Мы еще не соединились со Христом полностью. Это будет в вечности. Сейчас церковь, невеста, ждет своего жениха. Верующая душа устремляется к нему. Это первая любовь, чистая, нежная, ожидающая. Он первый. Мы часто любим Господа второй любовью. Третий, четвертый, седьмой, десятый. Первой любовью любим себя. Второй, свою семью. Третий, свою работу. Четвертый. Таких людей. Таких людей. И только где-то там, вдалеке, на последних местах у нас Христос. Таковы часто христиане. А Христос требует к себе первой любви. Кто отца или мать любит больше меня, тот меня не достоин. Первая любовь должна быть посвящена Христу. Существует такое примитивное понимание, что христиане любят Христа из корыстных побуждений. Он им помогает, им обещает награды. Это совершенно неверно. Да и Христос не примет такой любви, если его кто так любит. Должна быть первая любовь. То есть любить Христа ради Христа самого. Итак, вспомни, откуда ты не спал? Потерял первую любовь, а значит имел ее. Глубокое и страшное падение. Свет твоей первой любви, ангел церкви эфесской, озарял некогда твой город. Ныне же ты, ангел падший. Ты много делаешь, ты терпишь, ты строг и знаешь много. У тебя огромный опыт. Но вспомни, откуда ты не спал. Вспомни свою первую любовь ко Христу. Те высоты первой любви. Когда ты еще не имел опыта и больших заслуг. Но имел в своем сердце эту же мчужину первой любви. Из долины своего сегодняшнего состояния воззри на гору первой любви. Воззри. И вспомни, откуда ты не спал. Вспомни и покайся. Мы часто не знаем, в чем нам каяться. Никого не убив и не ограбив. Нам бывает трудно вспомнить, в чем же нам каяться. А Господь говорит. «Покайся, что потерял первую любовь». Кто из нас исповедовал уже на исповеди, что потерял первую любовь? А неужели никто не потерял? Неужели одни ефесяне были такими худыми, а мы все выше их? «Итак, вспомни и покайся, ибо если потеряна первая любовь, то потеряно все. Все остальное ничто не значит. Покайся, и твори прежние дела, то есть дела первой любви. Прежние твои дела были меньше нынешних, но они были из первой любви. Сейчас ты приобрел опыт и потерял любовь. Так вот, покайся, и твори прежние дела любви. Творить прежние дела без покаяния ты уже не сможешь. Но и покаяние твое без творения прежних дел будет пусто. Если мы куда-нибудь идем и вдруг вспоминаем, что что-то забыли, то бывает неприятно, но все-таки возвращаемся за забытым, ибо иначе идти бессмысленно. Если ты вдруг вспомнишь, что оставил первую любовь, то хоть и неприятно возвращаться назад, а может и снова с самого начала начинать, но все равно не спеши творить новые дела. Сначала вернись назад через покаяние и твори прежние дела. А если не так, грозно говорит Господь, скоро приду к тебе и сдвину святерник твой с места его, если не покаешься. То есть это очень серьезно. Не что-то второстепенное, а с другой стороны и не что-то доступное и ведомое только пророкам и подвижникам монахам. Нет, это совершенно необходимо всем для спасения. Мы понимаем, убийство, кража, блуд, аборты, в этом надо каяться, идти исповедовать. Но здесь Господь говорит, «Если не покаешься в оставлении первой любви, то скоро приду к тебе, как гневный судья, и сдвину святерник твой с места его». Светерник — это и пасторство эфесского епископа, это и сама эфесская церковь, это и каждая душа этой церкви. «Это и ты, христианин, ибо Христос сказал, «Вы свет миру!» И сдвину святерник твой с места его». Не раскаившись, не думай, что останешься на своем месте. Тебе некогда и вспоминать о первой любви. Ты весьма занят служением, «Но скоро сдвину тебя, если не покаешься». Так оно совершилось даже и буквально. Первосвятительский престол в Малой Азии был сдвинут позднее из Ефесов в Константинополь, и великая первоапостольская ефесская церковь полностью утеряла свое значение. Светиник был сдвинут. Так и каждая христианская душа. «Если не покаяться в утере первой любви, то скоро придет Христос, сдвинет ее светильник, и не будет уже светить». Господь, строго облечив Ефесян, не забывает и доброе в них, дабы уныние их не было чрезмерным, и тем самым более еще подвигает их к покаянию, показывая, что не утеряна ими еще возможность вернуться в прежнее состояние. 2.6. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу». Что это за дела Николаитов? Николай, один из первых семи диаконов, был потом в Самарии епископом, но вместе с Самоном уклонился от правой веры. «Его обвинили в ревности, ибо он имел весьма красивую жену. Дабы отвлечь от себя такое подозрение, он отдает свою жену другим во удовлетворение их похоти. Рождается страшная ересь, учившая, что для победы над похотями плоти надо им удовлетворять. Можно себе представить, каким мерзким делам в плотской жизни могло приводить это учение. Исполняя требования похоти, говорят, и победишь их. Об этих делах Сам Господь сказал, что ненавидит их. Как это страшно, подпасть под ненависть Христа». Что это за дела? «Если в наше время учение Николаитов есть, и оно широко распространено, это нынешнее учение, преподносимое народу атеистами. Они учат угождать плоти, удовлетворять ее потребностям. Угождай плоти, ибо ты безнаказан и живешь один раз. Свободная любовь. Ты не связан, не сошелся характером, разводись, живи со следующей. Свободная любовь. Сегодня учат, что через разводы угождай плоти, побеждаются определенные семейные проблемы. Подобно и в питании, высмеивают аскетизм, самобичевание, и учат свободному угождению плоти. Хотя вредность этого ясна даже и многим неверующим. Говорят, что, дескать, через угождение плоти победим плоти. Когда достигнем благосостояния народа, воспитаем людей, тогда исчезнет грех, не будет воров, убийц, завистников и так далее. Это ересь Николаитов. Сегодня дела Николаитов ненавидит Христос. Через эти дела похоть плоти не побеждается, а более только разжигается. Падает нравственность, разваливается семья, процветает преступность. Что и мы видим сегодня. Вот что Господь имел сказать Ефесской Церкви. Такую похвалу и такой укор. Мы же должны испытывать себя. В чем мы, Ефесяне, а в чем нет? И что должны делать? Потому Христос и призывает «Имеющие ухо да слышат, что Бог говорит церквам». Семикратно в этих посланиях прозвучит этот призыв. Мы все имеем ухо, чтобы слышать. Но что слышат наши уши? Они слышат безбожию пропаганду, они слышат скверные анекдоты и хуйные слова, они слышат поэмы, спектакли, симфонии, они слышат близких, друзей, учителей и начальников, они слышат ложные еретические толкования и неустанно звучащие с сектанских кафедр. Но слышат ли они, что Дух говорит церквам? Слышат ли они, что говорят истинные пастыри Святой Церкви? Что говорят богомудрые учителя, святые отцы Церкви, бывшие трубами Духа Святого? Слышат ли наши уши, что говорит Дух Церквам через события нашего века, падение нравов, проповедь Евангелия во всем мире, мировые войны, воссоздание израильского государства при открытии некоторых тайн масонства, распространения культизма, люциферианства и прочее? Слышат ли наши уши, что непосредственно нашим сердцам говорит Дух Святой? Слышим ли, что Дух говорит нам? Ты оставил первую любовь! Далее следует обетование побеждающему, то есть тому, кто много трудился, терпел, не сносил развратных, обличал ереси, ненавидел дела николаитов, а главное победил в себе потерю первой любви. Это покаявшиеся и творящие прежние дела первой любви. Эта душа горящая пламенем первой любви ко Христу. Какое же ему обетование? Дан вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Что за вкушение? Посреди рая было насаждено некогда два древа. Древо познания добра и зла и древо жизни. От древа познания человек не должен был вкушать, но он вкушил и познал бездну греха. После этого ему уже нельзя было вкушать от древа жизни, ибо тогда он увековечен был бы в своем греховном состоянии, вечно в грехе, и никакого спасения ему уже нет. так смерть есть не только возмездие за грех, но и выход из греха. Если обернуть ее на самый грех, то умереть для греха означает. Поэтому Бог изгнал человека из рая, поставил хирургима с пламенным обращающимся мечом, чтобы никто уже не мог войти в рай. Ныне же вернувшиеся к Богу, вновь усыновляется им в святом крещении, имеющий сердце в своем первую любовь ко Христу, Спасителю, обретает право и возможность вкушать от древа жизни. Древо жизни это крест. На Голгофе, на месте упокоения Адама проросло древо крестное, несущее миру жизнь. Плод этого древа плод Сына Человеческого Вознесенного на крест. Она на кресте как плод древа крестного. От этого плода обетовано вкушать ныне победившим христианам. Древо это посреди рая Божия Церкви Христовой. Не на окраине рая, а посреди в самом сердце Церкви. Великое и страшное Таинство Святой Евхаристии, где от Святой Чаши верное приобщается тело Христова, вкушает от древа жизни. Вкушающие от всего древа имеют жизнь в себе и будут воскрешены в последний день. Особое вкушение от древа жизни обетовано и в вечности. В 22 главе Апокалипсиса мы увидим, что в небесном Иерусалиме будет древо жизни, от которого будут вкушать победившие. Водимые в рай будут вкушать от плодов древа жизни и обретают жизнь вечную. 2.8 И ангелу Смирнской церкви напиши. Смирнская церковь показывает нам иную сторону церкви. Если в Есейской церкви бурная активная деятельность и отсутствие любви, то Смирнская церковь это гонимая церковь это приятие страданий из-за имя Христова. Само название города Смирна говорит о страданиях, ибо Смирна это благовонная масть, которую вмощали покойников. Символ страданий и смерти. Все остальные церкви были в лучших условиях и казалось, что именно этот светильник вот-вот угаснет. но вот интересно, что ныне через девятнадцать веков из всех тех семи городов не осталось ни одного христа. Называется сейчас Измир в Турции. Смирна одна из двух церквей еще филадежья, не получивших никакого укора от Господа. Это говорит об очищающей силе страданий. Ангел Сминской церкви по указанию древних христианского историка Евсивия История церкви часть 4-14 Здесь должно поведено разуметь святого Поликарпа и Пирс Мирского ученика святого апостола Иоанна. Как страдающий понимая церкви Христос представляется ей как первой и последней и этим утешает ее. Все те страдания временные все это скоро пройдет а первый и последний это Я Христос Ваш Искупитель А если Я начало и конец всему то не стоит ли всем жертвовать ради Меня Вы страдаете но ведь и Я страдал ибо Я Тот Который был мертв Я претерпел все страдания Я принял терновый венец крест Но Я был мертв А теперь смотри Все жив Оказавшись верным свидетелем возлюбив до конца Бог не оставил меня в огробе Я воскрес и все жив И теперь говорю вам страдальцам смирни Я живу и вы будете жить будьте верными свидетелями мне и замучившие вас также не найдут вас среди мучающихся как не нашли меня среди мертвых умертвившим меня далее идет само послание к смирцам 2.9 знаю твои дела значит смирцы и стесненных обстоятельствах в гонениях находили возможность творить дела которые признал сам Господь сколь часто мы оказавшись даже далеко не в столь стесненных обстоятельствах как те не отважимся на христианские дела свое бездействие мы часто оправдаем условиями времени сколь мало мы приводим детей и молодежи ко Христу как незначительное их христианское воспитание и обучение как мало непрекровенного обучения и исправления наших сегодняшних грехов не важны ли мы и в наше тяжелое богоотступническое время все равно творить дела и о которой бы Христос сказал что не знает помоги нам всем Бог и с другой стороны Христос как бы говорит смерцам вы гонимы и никто не видит тайных дел вашего милосердия но знаю их я и скорбь твою вижу смерцы терпели много за скорбей а у нас порой бывает такое что мы сами знаем нашу скорбь все наши мысли заняты нашими скорбями нам нравится ходить в ореоле своих скорбей но знает ли нашу скорбь Христос ведь важно и не то что мы страдаем а то чему мы в страданиях научаемся мы редко озабочены чтобы о наших скорбях знали иные многие а недостаточно ли чтобы утешение скорбящему подавал великий страдалец Христос и нищету ибо в гонении христиане часто решается своего имущества так было и в древнем времена при гонениях первых христиан так было и в гонении во времена последующая на эту нищету видит глаз человеческий Божие же око видит иное прочим ты богат где человек видит нищету там Бог часто видит богатство претерпевшая нищету в земных богатствах ты богат духовно и как зачастую духовно жалки и бедны сильные мира сего и злословия тех которые говорят о себе что они иудеи а они не таковы ну сборище сатанинское великие скорби претерпевали первые христиане от иудеев распяв христа иудеи не могли терпеть ни имени его ни учения его не имея особых возможностей преследовать христиан ибо сами были подчинены кесарю и вообще не имея права гнать христиан язычников они в бессильной ненависти злословили христиан а злословия людьми искренними переносится не менее тяжко как и физические страдания своих же христиан иудеев они преследовали Господь же говорит о них что они только говорят о себе что они иудеи а на самом деле не таковы сказали некогда иудеи христу отец наш есть авраам иисус сказал им если бы вы были дети авраама то дела авраама вы делали бы вы делаете дела отца вашего ваш отец дьявол вы творите дела не авраам а дьявола здесь упоминается убийство и ложь гонение и злословие а потому вы сборище сатанинское действительно не помогает гусям то что некогда гуси рим спасли так бывает и в наше время с нами православными христианами мы новозаветний Израиль и по праву говорим что от Авраама от Христа начальника нашей веры от апостолов ибо церковь наше имя основано их учение содержит апостольским священством окормляется однако действительно ли на самом деле часто ведь мы бываем не таковы ибо нет Духа Христова и дел апостольских когда Христос вошел в Иудейский храм то назвал его вертепом разбойников а что скажет он нам не находятся ли наши храмы наше богослужение не похоже ли на вертеп разбойников и сборища сатанинские еще когда апостол Иоанн говорил с правоверными иудеями являвшихся на самом деле сборищем сатанинским не думал ли он о тайном насонском обществе подготавливающем престол Антихристу и противоборствующем христианам видя великие страдания смирцев Господь утешительно обращается к ним 2.10 не бойся ничего и ты пастырь этой многострадальной церкви часто в печали и в тревоге о своих чадах не бойся о дивный возглас Христа с этими словами он воскресший приветствовал святых жен мироносец посылая их возвестить ученикам о своем воскресении не бойся не бойся ничего малое стадо что тебе надобно будет претерпеть вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу чтобы искусить вас говорю удача сопутствовала ему создается впечатление что некоторым крещение нужно для того чтобы удобнее устроиться в миру но ведь это не так не случайно и слово крещение имеет общий корень со словом крест путь христианина это путь крестный тернистый и скорбный ведущий в жизнь вечную такова воля Божия его произволение чтобы искусить вас вашу веру так с первых времен стало темниться одним из домов христиан особенно много ввергались туда из виды христианской во времена гонения во времена римских императоров до 312 года но это же совершалось и в поздние времена весьма много в наш атеистический век и в еще большей мере совершится в великой скорби антихристовой нам же это всегда ко благу ибо через искушение и испытание вера ощущается и закаляется далее утешает господь будете иметь скорбь дней десять то есть недолго быстро как дней десять пролетят дни вашей скорби и как быстро пролетели гонения в раннем христианстве так так быстро пролетят и три с половиной года великой скорби как бы дней десять так они пролетят и страдания в жизни каждого христианина хотя на деле это могут быть те десять лет которые претерпели в заточении многие наши отцы страдания призывает христос будь верен до смерти и дам тебе венец жизни до какого предела идет наша верность часто наша верность христу достает только до первой насмешки над нами до вопроса ты что верующий богомолец до первого лишения нас премии на работе работы до тех пор пока нам позволяет нести определенное служение в церкви вся такая верность не венчает а развенчивает только слова о нашей верности при первом испытании верность должна быть до смерти ничто не должно отвратить христианина от христа вплоть до смерти если надо совершить самый малый в кавычках и невинный грех или умереть то христианин умирает ибо нет малых грехов всякий грех есть грех лучше умереть чем согрешить так должен мыслить христианин будь верен до смерти так говорит христос и дам тебе венец жизни то есть жизнь вечную жизнь увенчанную славою и благодатью смерть увенчается жизнью в миру жизнь венчается смертью в смерти христианин венчается жизнью и венец этот не дается раньше смерти поэтому и верность требуется до смерти сильный пример такой верности мы находим в житиях святых о 40 селастийских мучениках память их 20 марта по новому стилю они умирали замерзая на льду один солдат на берегу видит как 40 венцов нисходит с небес на них но вот один из них теряет верность убегая от смерти на берег венец уже сходил на него но не достался ему достается же он тому солдату который видя это бросает все идет умирать на лед он получил с остальными венец жизни такой предстает перед нами гонимая страдающая смирская церковь ее многострадальный ангел пастырь 2.11 имеющий ухо дослышат что дух говорит церквам слышать голос духа который говорит что надо ходить в храм божий молиться читать евангелие это многие еще готовы но слышать что надо претерпевать скорби нищету злословие темницы смерть нет это не хотят это уже слишком имеющий же ухо слышать да слышит что дух говорит церквам иначе как через страдания через верность до смерти венца жизни не обретете чудным обетованием заключает господь свои слова страдальцам через смерть готовым принять умощение божественное смирное смертью побеждающий не потерпит вреда второй смерти побеждающий то есть претерпевший все виды страдания постных ему в жизни и сохранивший верность Христу до самой долины смертной он будучи побежден временной первой смерти не потерпит никакого вреда второй смерти смерти вечной не принявший на себя крест Христов неверностью избегшей первой смерти и все равно не избегшая претерпят великий вред от второй смерти вторая смерть сугубая смерть это смерть смерти гиена озеро огненное вечное мучение после первой смерти грешник идет в ад откровение 20 14 во второй же смерти сам ад ввергается в озеро огненное в гиенну муки гиенны вот великий вред второй смерти 3 послание 2 12 и ангелу пергамской церкви напиши пергам был древний богатый город где просветало язычество столица мидии просветало и долбоклонство с пышными богослужениями богам и обильными жертвоприношениями в апостольские времена здесь также основана была христианская церковь к ней теперь обращается Христос говорит имеющий острый с обеих сторон меч если предыдущей церкви Господь явился утешающим то здесь он воинствующий с этой церковью Христос готов вступить в борьбу готов с ней сражаться он приготовил для нее острый с обеих сторон меч потому что в ней надо много отсекать в священном писании под обоюдоострым мечом часто понимается слово Божие меч это евангельское учение образующее обрезающее сердце и отделяющее верных от нечестивых с этим мечом Христос готов прийти и сразиться знаю твои дела и что ты живешь там где престол сатаны в пергаме был престол сатаны это идольское капище на которых воскурялся фимиан мертвым богам и приносились жертвы идолам там ты живешь легко назвать себя христианином живя среди христиан но трудно там где престол сатаны сегодняшние наши церкви живут тоже там где престол сатаны ибо сегодня вокруг безбожия а безбожия атеизм это престол сатаны ныне открыто восстали на бога и борются с ним в каждом городе воздвигается престол сатане различные дома и учреждения богоборцев дома где воскуряется фимиан греха земным наслаждением и увеселением повсюду воздвигает престол науки не замечая сколь часто наука посвящена бывает сатане и что содержишь имя мое и не отрекся верой моей даже в те дни в которые у вас где живет сатана умершлен верный свидетель мой антипа пергамцы содержали имя христово высшее звание которое знали древние христиане это христианин в наше время сказать я христианин это часто значит почти ничего не сказать ибо этим именем называются многие совершенно далеки от христианства иногда под христианами понимают просто некоторые народы запад тогда же я христианин означало все это означало человека верующего во единого живого бога творца всех в бога человека иисуса христа это означало человека поклоняющегося только единому невидимому богу и христу его человека живущего единственным его именем и его верой человека которому нельзя грешить богу Продолжение следует...